Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно прошел вот практически год наблюдений за одним из моих активов, который вырос за прошедшее время, ну как минимум в 20 раз. И сейчас я хочу рассказать, что же это за актив и как мне удалось этого добиться. Что такое в 20 раз? В 20 раз это значит 2000% годовых. Только представьте себе, вы вложили, ну скажем, миллион рублей и получили 20 миллионов. Ну это было бы здорово, конечно. Если мы вкладываем деньги куда-то, то в принципе это материальный актив. То есть мы вложили нечто куда-то, и это растет. Как правило, материальные активы растут. Ну депозиты, вы знаете, там 6% годовых дают, например, да? Различные инвестиции, там, ну 10-20% годовых. А что же может дать процентов 2000%? Ну, наверное, бизнес какой-то. И, наверное, для этого надо работать, надо вкладывать, надо вкалывать. Вот. И да, и нет. Дело в том, что... Что такое активы? Давайте вернемся к тому, что такое активы. А активы это то, что приносит нам деньги. Неважно, откуда деньги идут. Мы можем вложить деньги на депозит, депозит приносит нам проценты. Мы можем вложить деньги в облигации, будут купонные выплаты. Мы можем вложить в недвижимость, брать деньги за аренду. Мы можем вложить деньги в бизнес, в собственные бизнесы, получать прибыль, но для этого придется работать. И бизнес вряд ли вырастет на 30%, скажем. Ну, на 30% это реально, но больше вряд ли. Но есть еще нематериальные активы. А нематериальные активы не требуют больших затрат. И нематериальные активы как раз могут расти сколь угодно быстро. Друзья мои, поищите, пожалуйста, те нематериальные активы, которые вы сможете найти. И обратите на них внимание. Я призываю вас к этому. Какой нематериальный актив у меня? Дело в том, что я когда-то понял, что нельзя жить так, как раньше я жил. И что надо создавать источники пассивного дохода. И я решил, что это моя миссия будет. И я решил об этом рассказывать людям. И для того, чтобы рассказать об этом к максимально большему числу людей, я завел YouTube канал. Я стал рассказывать об этом на Facebook и так далее. И год назад, в конце июля где-то, у меня появилось какое-то количество подписчиков. Я хорошо помню, что в июле у меня было 1300 подписчиков на моем канале. Это достижение. Я к этому шел достаточно долго и упорно. И вначале я за это вообще ничего не получал, потому что я просто рассказывал людям. Блин, люди, одумайтесь. Создавайте источники пассивного дохода. Но после того, как там появляется то ли количество видео, то ли количество подписчиков, можно включить монетизацию. Я включил эту монетизацию ровно год назад. У меня эта монетизация, вы видите перед каждым моим видео, там реклама идет. И вот эта монетизация приносила мне в районе 6, там от 4 до 7 долларов где-то. Ну пусть будет 7 долларов в месяц. Ну 300-400 рублей. Конечно, это деньги. Они на дороге не валяются. Чего бы их не поднять. Вот, но это же как бы не является каким-то источником дохода. Правильно? Я просто продолжал дальше снимать видео и рассказывать людям. Так вот, сейчас вы видите, что количество подписчиков уже больше 14 тысяч. То есть больше, чем в 10 раз количество подписчиков выросло. А на сколько выросли мои доходы? А доходы мои выросли как раз в 20 раз. То есть сейчас мой канал приносит мне только за счет рекламы в районе, ну там, минимум 140 долларов. В прошлом месяце их было 360. Вот, ну где-то в среднем пусть будет там где-то 140. То есть в 20 раз вырос мой актив. И тенденция идет к увеличению. Почему? Потому что это не материальный актив. Это просто количество подписчиков. Оно увеличивается, и оно увеличивается. Чем больше подписчиков, тем больше они кликают на рекламу. И все, это абсолютно бесплатно для подписчиков. Ну а мне идет какой-то там один цент с каждого клика буквально. Вот. И тем не менее это растет, и это имеет тенденцию к росту. Друзья мои, создавайте нематериальные активы. Если у вас нет денег, то применяйте знания. Что такое канал? Канал это моя интеллектуальная собственность. И просто она приносит мне доход. Как ни странно, это пришло совсем с неожиданной стороны. Я даже не ожидал этого. Но я когда оценил, думаю, ну нифига себе. Потом я провожу курсы по обучению, ну как начать торговать на бирже. Потому что люди делают очень часто ошибки, во-первых. А во-вторых, я когда сам начинал, я пытался найти, кто же меня научит этому. Но все были вот такие вот и говорили, типа, ты чайник там, тра-та-та. Я говорю, а где научиться? Сам учись на своих ошибках. Короче говоря, я нигде не нашел курсов для чайников. Я решил такие курсы организовать для чайников, которые, ну, дело в том, что когда мы начинаем торговать, мы начинаем совершать ошибки. Их очень много. И мы за эти ошибки платим много денег. Я платил за это много денег. За ошибки. Я их допускал и платил. Я рассказываю людям о том, какие ошибки я допускал, чтобы люди не допускали эти ошибки. То есть, смотрите, я помогаю людям, опять же, сохранить деньги, которые они истратили бы на опыт, вот на этот, на ошибки. Это суммы не две-три тысячи рублей. Это десятки и сотни тысяч рублей. Поверьте мне, это очень больно, когда ты по ошибке выставляешь не ту заявку. Или ты забыл что-то снять. Я на это особенно акцентирую. И эти курсы тоже приносят мне доход, но там уже, так сказать, немножечко побольше, там 20-30 тысяч рублей в месяц. Вот, и они продаются, это курсов записи, это тоже практически пассивный доход. Я его добавляю сюда и все. И он тоже имеет тенденцию к росту. Друзья мои, подумайте, какие нематериальные активы вы можете продавать. И начинайте, начинайте действовать. Они могут расти неограниченно. Неограниченно. Вот вам мой пример. Я не знаю, какие примеры можно привести нематериальных активов. Ну, скажем, это структура в сетевом маркетинге, который вы создали. Это тоже нематериальный актив. Количество клиентов, которые имел ваш бизнес, то есть вы, так сказать, начинаете другой бизнес, но клиенты-то остаются. Это нематериальный актив. Вы написали книгу, вы спели песню. Я, к сожалению, не могу спеть песню. Вот, у меня со слухом, как бы, ну, все в порядке. В смысле, что полное отсутствие. Поэтому это мне недосягаемо. Ну, вот, скажем, Тимати записал какой-то рингтон для телефона. И, значит, там люди, миллионы людей поставят рингтон в качестве гудка. И просто Тимати ездит. Вы видели там на... Я лично его видел в золотом Porsche Cayenne. Он золотом его покрыл, сусальным. Потому что деньги девать некуда. Это нематериальные активы. Создавайте их. Ищите, что вы можете сделать. Создайте свое имя. Создайте себя. Создайте эти нематериальные активы. Подумайте об этом. Надеюсь, это видео будет полезным хотя бы кому-то. И надеюсь, что кого-то это сподвигнет вот на достижение больших результатов. Поставьте, пожалуйста, лайк. Оставайтесь на моем канале. Поделитесь этим видео со своими друзьями. До встречи. С вами был Демитрович Юрий. Демитрович Юрий.